Привет, народ! Привет, YouTube! Лафира Абрамовна. Я обучаемая! Мне написали, убери волосы. Убираю. Пора уже к мастеру, пора, я знаю. Но пока не закончится вот такая погода, я никуда не пойду. Пускай у стаканницы. Говорят, идет тепло, что не может не радовать. Поэтому, может быть, на следующей неделе. Готовим афганский салат. Ну и, как обещала Чанахи, знаю, что нельзя. Знаю, что это вредно. Жареный лук. Я постаралась его спассеровать слегонца. Не дожаривать, дожаривать прям чуть-чуть. Но ничто так не украшает афганский салат, как жареный лук. Он делается из редьки зеленой. Я уже заранее, опять же, прислушиваясь к вам. Видите, какая я послушная? зеленая редька. Я еще положила морковь для массы и для работы кишечника. Это как бы необходимый элемент. И вот этот салат я могла бы спокойно на комбине, что я и сделала для того, чтобы простить себе жизнь. Знаете, вот сегодня вообще не хотел. Как камел бы лежала, ничего вообще не хотел делать. О, нет, провалялась. Помимо этого, хорошо бы сюда положить еще зерна граната. Но мои прям вот, ну ни в какую, особенно дочка, не надо нам этого граната туда. Главное, чтобы мясо было. И вот вчера же у меня отпитался кусок вареного мяса, вареное говядье. Сюда же можно положить и курицу, и отварную баранину. Сейчас мы ее тоненько нарежем и отправим в салат. Заправлять можно сметаной, сметану с горчицей. Можете заправить еще и маслом растительным, любым. Хотите оливковым. А можете ничем не заправлять. Все на ваш вкус. И вот пока я режу мясо, как бы вам так показать-то, чтобы было видно, что я говорю. Мы с вами сегодня порассуждаем на такую тему, как насколько инвалидность влияет на человека. И особенно на детей, на людей, которые давно уже с инвалидностью. Я свою розовую справку первую получила в 2008 году. Ревела белугой. Это сознание, что все, приехали, выходи. Следующая остановка, сами знаете, что. и от того, что все в своей жизни придется теперь поменять. Ну, представьте, мне пришлось учиться заново ходить, потому что меня парализовало. Мне пришлось заново учиться одеваться, что-то делать самостоятельно. И это, конечно же, не могло не сказаться моей психики. Плюс потом еще поездка в Питер один, второй раз. Там три операции. И постепенно из доброго достаточно человека я превратилась в злую тетку. Да, я злая, я знаю, что я злая. Я циничная, к сожалению. Я всю жизнь, правда, этого у меня было. Я думаю, все, что говорю. Я таки, знаете, Доктор Хаус вот когда появился, этот сериал как раз совпало с моей проблемой. Думаю, елки-палки, это же вторая я. С тростью. Некоторые спрашивают на шорце. Вы че шатаетесь? Вы пьяные? Ребята, не пьяные. Иногда вы даже могли заметить недавно это было вчера, что ли, меня заносит. Потому что парализованы бедренные мышцы. А на второй мышце у меня там еще больше проблемы. Там не чувствуют ничего стопа. Поэтому походка у меня не совсем уверенная. Зимой я хожу с тростью. Летом я стараюсь ходить без нее. Но бывают дни, когда не в моготу. Я ее все-таки беру с собой. У меня две штуки. Одна у меня живет в машине специально, чтобы из дома не таскать, если я куда-то еду. Она не любимая. А любимая у меня дома. Бывает, что я с кровати не могу без трости, без опоры. Бывает такое. Не всегда, но случается. Ох! Алганский салат. Кто не пробовал еще, обязательно попробуйте. Если у вас останется кусочек отварной говядины, именно с говядиной надо делать. Заправлять опять же ничем не буду. Кто чем хочет, тот заправит. У нас всегда все в этом плане есть. Майонез домашний, сметана, я стараюсь ограничивать такие вещи. Даже масло. Ой, брак производственный. Картинки в телеграме я вам покажу. Жареный лук это просто необходимый компонент. Без него не тот вкус. Абсолютно. и лучше вместо моркови положить гранат. Но я же вам говорю, что морковь она с минимальным гликемическим индексом меня вполне устраивает. Пахнет редькой. Так, у меня редька местная и гидрёная. Ух! Так, дай мне пока здесь. И приступаем к чанахам. Для этого мне надо кусок говядины превратить в нечто другое. Вот эту говядину сейчас я вам скажу. Это филе с косточкой 500 800 рублей. Нынче. Но это еще более-менее цена. Хорошая такая мякоть отличная. Вот как раз тот самый тибон. Почти. Почти тибон. Он мне тибон не нужен. Ой, мякоть. И начинаем над ним откровенно говоря издеваться. Сейчас я смотрю что у меня. Я так и не нашла ведь филейный нож. Представляете? так вот это все обрезаем. Я когда столкнулась с миром инвалидности я вообще была в некотором шоке. Я починила. Поздравьте меня. Оказывается у меня там залетело не туда. мне надо какую-нибудь масочку. все так это я конечно сделаю обрезание вот этим частям на этом хочу сварить какой-нибудь супец необычный может быть соляночку сварим мясную сборную как вы думаете нужно нам такое или нет наверное да но не завтра суп еще не съели так кладем пакет откладываем в сторону филируем здесь это у меня даже будет много чанахи очень экономное блюдо выручает и ножи должны быть у вас острые не забывайте об этом что ножи должны быть острые черемил лица напилила пилила курицу пилила прям хотелось схватить свою ножиточку и прибежать к ней сказать давайте помогу да что же это такое никто из мужиков не может наточить я сама уже то что меня Михалыч научил хорошо и когда мы стали вместе с Михалычем я как-то у него тоже была инвалидность с детства по зрению и я как-то ему говорю слушай ну почему почему вот так у меня сил нет у меня того нет я не могу я уже не та он мне одно сказал фразу которую я теперь говорю всем а ты думаешь инвалидность нашей стране просто так дают разовое справку просто так тебе не дали не дало мне даже поныть представляете нельзя ныть нельзя и я на это почту знаете вот стал какой-то жесткой там мне кто-то рассказывает умер заболел умер похоронит вылечит заболел вылечит ну от врачом обращаться меня вообще не разжалобишь теперь это не очень хорошо как-то мне фармацевт в аптеке сказала я смотрю на вас вы всегда приходите улыбаетесь шутите разговариваете так это защитная реакция я и к врачам хожу с анекдотами они все думают что у меня хорошо раз пациент шутит а тут мне паллиативный врач говорит какая у вас интересная защитная реакция я говорю да я знаю я в свое время просила медицинского психолога мне никто не дал ну что же у нас нет таких специалистов только он в онкологическом центре есть но я же не буду туда ездить так это мы наверное дадим собаке нам это не надо вот кусочек ни туда ни сюда сейчас посмотрим хватит нам или нет так это откладываем в сторону достаем предупреждаю горшка у меня 150 лет побед какие-то из них 80-х годов какие-то нулевых все разномастные но выкинуть их и купить новые мне рука не поднимается это Ирина Николаевна Ильичова может себе позволить сменить поварешку потому что она ей не подходит по размерам по форме по содержанию я не могу вымоченный картофель куда бы не внести чтобы освободить себе место ой у меня тут муха крошечки потом достать ставлю обычно почти по росту показать теперь вот так на каждом дно каждый чтобы не прилипало небольшое количество масла прям чуть-чуть потому что все равно будем водой заливать там жидкости будет достаточно и заодно у меня кончилось масло но пятерочки кто в России девчонки вот берите вот такое оно очень интересное вкусное а если еще встретите с базиликом тоже берите Global Wings я вам говорю я их фанат в каждый горшочек закладываем мясо равномерно распределим надо дорезать все-таки кусок что-то я как-то подумала что много нет немного нормально вот этот горшочек мой персональный я его берегу никому не отдаю мой прям люблю его я вообще перешла на маленькие тарелки на маленькую посуду дюймовочка пытаюсь уйти от больших кружек кофе ох как это сложно хочется же набуздырить прям наварить и ходить с этим кофе туда-сюда особенно когда работаешь ляжешь или сядешь и рядом кружечка кофе отвлекает отвлекает неправильно это неправильно есть кровати вообще нельзя а у компьютера тем более его сталкиваясь с инвалидностью я поражаюсь насколько люди да с одной стороны они очень знаете к себе не пускают вот свое сообщество я сейчас сама работаю с инвалидами и в этой теме очень глубоко прям глубоко глубоко тем более при учете того что у меня дома так получилось у нас так случилось матушка у меня с третьей группой дочка тоже третья группа по слуху а у меня вот вторая вот так называемые коды поражения опорно-битвенного аппарата так дальше нам нужен лук кольцами тоненько уже можно ничего не мыть все в одну все в одну дуду надо мне вот эти киевские дощечки не дощечки а разделочные маты посмотрите посмотрите на яндекс сейчас в яндексе много чего вот такие разделяем на колечки закладываем туда особенно сложный мир вы знаете самый сложный мир с которым с инвалидностью я столкнулась это люди глухие слабослышащие очень злые неприятно злые все в себе у меня дочка наверное только на третий раз смогла как-то гуриться в их сообщество на третье соревнование дочка кто не знает она у меня джидаистка самбистка меня принимали очень долго потому что она у меня неплохо говорит мы ходили к логопеду не знали что у нее поражение слуха слышит она так себе но говорит она но только специалист понимает что что-то не то речь растянутая медленная очень редко когда быстро говорит приправы опять я этот мешочек мучаю барбарис вывискиваю надо мне обновлять запасы с ума пасть не буду потому что он сюда не пойдет вот кстати в салат можно было положить барбарис на свежий несушеный у нас кстати кизил привезли и все я вообще не успела как-то чпок исчез дальше баклажан баклажан у меня тоже местный такой ух я его на половинке а потом еще на четвертинке а в Питере конечно же мы там лежали уже у кого-то была инвалидность у кого-то еще только на стадии оформления была и однажды сплю и слушаю фен думаю батюшки кто это там феном фенит все сестра одной лежачей пришла и после душа феном нижний этаж обрывает я говорю девчонки вы что делаете нельзя это теплые это же микроорганизмы ну так быстрее высушиваются елки палки и потом я с этой больной проводила нельзя сказать что психологическую работу но она была очень вредной так случилась в ее жизнь что она попала в аварию сместился позвонок разрушился другой перелом позвоночника парализовала и она уже очень давно лежала парализованная ее постоянно мучили и конечно же пролежни потому что сама по себе тетка была довольно таки ленивая когда ей поставили конструкцию и сказали все вставай иди она ой нет больно ой нет тяжело ой нет я так не могу ой нет у меня голова кружится но ясно что человек не борется за себя никаким образом не борется не хочет бороться и однажды она тоже начала нам выдручиваться в палате дверь откройте дверь закройте дует а она лежала как раз прямо около двери сама же выбрала это место никто ее туда не закладывал я не выдерживаю однажды говорю а что такое так она говорит не дует я говорю ну давай накроем нет это не то ладно не то так не то потом еще начала сделайте телевизор потише сделайте еще что-то потише не так громко не смейтесь а мы старались себя поддерживать хихоньки да хахоньки жут в конце концов я не выдержала и говорю прихожу к мальчишкам в палату соседнюю говорю мальчишки вам девчонка на ночь не нужна? они г-г-г там тоже все парализованные лежат сами понимаете там ничего у кого-то особо не работает я говорю у нас лежит одна ноет светка что ли? не мы ее не хотим нет ты к нам или девчонок каких присылай я говорю нет я к вам не пойду а мы устали человек с инвалидностью уже давнейшей у него проявляются какие-то знаете эгоистические черты характера эгоизм буквой я на первом месте проявляется нежелание порой жить вот это вот самое ужасное это депрессивное состояние красный перец болгарский немного с этим бороться очень сложно более-менее такая интересная группа инвалидов по зрению потому что они как-то более лояльно относятся к окружающим но все равно когда ты чувствуешь особенно если ты был здоров а потом бац и нездоров очень сильно влияют на психику обижаются на ерунду на всякую я тоже могу обидеться но уже не так уже сквозь пальцы все пропускаю но иногда могу конечно обидеться на что-то но не сильно не очень и так к тому же ты чувствуешь себя что ты не совсем все-таки полноценный член общества например я не могу бегать за трамваями но я пытаюсь вот с мячиком как-то себя оптимизировать зарядки делать обязательно иначе у меня моя спина скажет знаешь что дорогая моя лежи и не вставай поэтому многих инвалидов действительно надо поучиться вот я у своей дочери училась несмотря ни на что борец вперед с песней ей же говорят остановись хватит а она говорит нет мне мало жид такая штука мэри картошечка следующая в какой последовательности у вас будут овощи абсолютно не важно но я кладу баклажаны пониже потому что они все-таки пропекаются дольше и там у меня духовка уже разогревается останется мне только сделать по красоте помидор поматов помидорка и поставить залить водой посолить и поставить в духовку где-то на минут пятьдесят так как это все-таки говядина но из-за томления она готовится очень быстро из-за того что она томленная получается и сейчас самое осеннее блюдо это чанахи конечно Арсений зимняя в моей жизни был интересный случай когда помните были комплексные обеды матушка меня отвела в ресторан с комплексным обедом в обед и подали мне лично чанахи с шампиньонами а там скрипела земля я до сих пор помню эти горшочки горшочек стоят то ли руби 70 то ли руби 30 но я с тех пор не заказываю в ресторане никогда чанахи я их сделаю сама спасибо но нет закладываю томаты в рандомном порядке в воду я где-то на каждый крупненький горшочек где-то в воду миллилитров 150 170 у меня получается помад надо еще вот такие откровения от Иоанны шучу от Гофера Бранны голос грустный у меня сегодня ну потому что осень какая-то у нас пришли вот эти непонятные погоды у меня организм у меня титант в позвоночнике он на каждый вот этот погодный взрыв реагирует может быть сегодня чтобы себя немножко оптимизировать выйду в прямой эфир но попозже часиков 10 вот так все мне надо солить закрывать заливать водой ну и как всегда результат будет уже на картинке потому что ждать это долго я пойду опять в горизонт уйду Гофера Абрама Толкова не посоветует ставьте лайки дизлайки комментируйте как я раньше говорила помните что если мы пришли в этот мир значит мы кому-то нужны если мы пришли в YouTube значит кто-то нас смотрит спасибо большое всем кто меня защищает от нападок интересных женщин очень приятно и вообще кто поддерживает и дружит очень нравится с вами общаться честное слово я не имею привычки брать и тем более льстить кому-то все Гофера Абрамовна отвалилась уже пойдет в горизонт вот и мне уже заодно сообщают что пора всем пока спасибо за просмотр